добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святого сегодня я хотел бы поговорить о дарах вернее коснуться даров дать один такой очень простой на мой взгляд фундаментальный тезис любое действие даров проявление даров возможно исключительно после того как человек получает крещение в духе святом это первая часть и вторая часть дары проявления даров возможны исключительно в теле исключительно в церкви действует это примерно так дары действует либо в теле для созидания тела либо для мира через тело христово но дары духа святого как и крещение в духе святом всегда на сто процентов связаны с церковью если мы говорим о неких пророков живущих где-то на отшибе где-то далеко не имеющий связи и подотчетности и пророчествующих я не думаю что это действие духа святого дух святой действует дарами исключительно в церкви исключительно через церковь исключительно тогда когда человек получил крещение в духе святого апостол павел в первом коринфянам 12 главе 13 стихе пишет ибо все мы одним духом крестились в одно тело идеи лелины рабы ли свободны все напоены одним духом поэтому когда мы с вами говорим о крещении в духе святом мы обязательно говорим о том что таким образом бог интегрирует нас в тело иисуса христа он как бы вставляет помещает нас в церковь никогда дар духа святого не разделял тело христово всегда это единство всегда это для созидания тела всегда это для того чтобы каждый член тела был наполнен духом святым и мог действовать в дарах и никогда это не будет направлено на разрушение и